Расскажи, грубо говоря, кто ты, чем ты занимаешься и, собственно, грубо говоря, какую услугу предоставляешь? Ну, я фотограф, режиссер и журналист, и на самом деле мультифункциональные услуги предоставляются в визуальной сфере. Также я являюсь учителем фотографий, видео и концептуального мышления, если можно так сказать. Вот я профессиональный учитель, у меня есть степень магистра Луанненского университета, и я преподаю на русском и на английском. Также я могу прорабатывать концепты истории, как относящиеся к арту и к рекламе, к движущему изображению и к фотографии в том числе. И еще также я пишу тексты, потому что по своему основному образованию, по бухгалтериату, который я получила в России, я журналист. Поняла, спасибо. Как ты обычно работаешь, я имею в виду с кем-то в плане заказов, как сейчас работа протекает, когда все находится в таком не самом лучшем состоянии? Ну, в принципе, моя работа также осталась за компьютером и на уровне ресерча, и какого-то подготовки все так же, но, естественно, все физические проекты пока в будущем только. Еще ничего заново не подтверждалось. Но, в принципе, я сейчас упорно учу. То есть, в принципе, в основном занимаюсь обучением людей и также разгребаю все свои проекты, которые были не реализованы. Например, это касается видеомонтажа и всего прочего. То есть, как раз все, что можно делать за компьютером, я это и делаю сейчас. А если сейчас делать какую-то съемку или еще что-то онлайн, это возможно? Да, да. Я сейчас делаю арт-проект со своей знакомой, которая должна была ехать в Брюссель в этот же период, только на поезде, а не с помощью мессенджера. Вот, и мы сейчас не все-таки снимаем арт-проект. То есть, я делала видео онлайн и фото. В общем-то, для меня это не имеет значения, как это производить. Поняла. Можешь рассказать, с кем ты работала, о каких-то кейсах, там, визуальных или текстовых, концептуальных? По части видео я работала с Days Digital и с Nowness. Также я делаю там фэшн-фильмы для таких брендов, там, например, как Питер Пилота или там, в общем, вот это, кстати, один из моих последних коммерческих проектов. По части фотографий я работала с Малбери, с Булгари, ну, то есть вот с этим рынком иностранным. Мы также с рядом независимых дизайнеров в России. И, соответственно, с журналами я сотрудничаю по всему миру. С китайским Волгом, с Номеро, с итальянским Волгом по разным проектам, в том числе, кстати, коммерческим. Вот, и также я выставляюсь как художник и печатаюсь тоже в книгах как художник-фотограф. Вот, и как писатель я тоже писала, например, тексты на английском и в том числе для того же Days Digital. Вот, ну, в общем, такие, ну, такой очень абстрактный обзор. Так, следующий мой вопрос. Вообще ты базируешься где? Ну, если не кризис, если не пандемия, где ты живешь, где ты в основном работаешь? Я живу, работаю в Лондоне, вот, и большую часть времени, как минимум 300 дней в году я провожу здесь, потому что у нас по визе не разрешается больше выезжать. Я нахожусь здесь по визе фотографа, то есть я обязана работать фотографом в Нью-Йорк. То есть если в основном проекты, если делать с российскими дизайнерами, это тоже будет онлайн, наверное, да, если кто-то что-то захочет? Я имею в виду, что раз большинство времени ты находишься не в России. Ну, вот я последние месяцы очень много снимала в России, в том числе мы сняли кампейн для Московской недели моды, которая не состоялась, это был, кстати, их первый кампейн нормальный. Потом я вообще в России очень много всего снимаю, от Макдональдса до Эсквайра и все прочее. Ну, то есть, в принципе, я за попробовать сделать онлайн какие-то проекты интересные, только не просто снять по веб-камере каких-то моделей, может быть, придумать более концептуальный какой-то проект. Вот сейчас сегодня вышел материал блюпринта, они попросили художников снять, фотографов снять, с кем они живут. Получился очень красивый и такой вроде как бы современный формат, актуальный, но не просто снятый там на вебку, например, или еще что-то. Вот, в общем, интересно как-то исследовать возможности этого дистанционного взаимодействия, но как бы немножко, может быть, усложнить его. А некоммерческими проектами ты занимаешься? Ну, вот просто коллаборацией с кем-то, да, там, еще не сильно раскрученным и, может быть, не очень платежеспособным. Да, если это классная идея, вообще супер, особенно если это взаимная какая-то, ну, построенная взаимная симпатия и плюс арт-дирекшн совместный, безусловно. Ну, так же, как блюпринт, это абсолютно на дружеских условиях, все организовано так же с танцором, с бельгийским, да, сейчас я делаю для этого время абсолютно на таких началах творческих. Волонтерских. Волонтерских, да, ну, потому что, в принципе, да, деньги у всех, конечно, потихонечку заканчиваются, но как бы зато есть приятные эмоции в этом. Поняла. Кать, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.